23 сентября президент Республики Таджикистан лидер нации, уважаемый Эмму Мари Рахмон, в Нью-Йорке встретился с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности госпожой Анной Берди. На встрече обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с этим влиятельным международным институтом. Президент страны, уважаемый Эмму Мари Рахмон, назвал Всемирный банк одним из главных партнеров развития страны и выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством с ним. Было отмечено, что за 31 год двустороннего сотрудничества по финансовой поддержке банка в Таджикистане реализовано 116 приоритетных проектов в социальной, транспортной, энергетической и сельскохозяйственной сферах на общую сумму 2,9 миллиардов долларов. Основными темами обсуждения были вопросы привлечения средств для реализации проектов развития национальной экономики и обеспечения социальных целей страны и сотрудничества в сферах гидроэнергетики, промышленности, доступа к зеленой энергии и развития зеленой экономики. Выражена благодарность Всемирному банку за его лидирующую позицию и практические инициативы в процессе финансирования достройки Рагунской электростанции. Стороны также обменялись мнениями об ослаблении влияния различных внешних факторов на экономику Таджикистана, привлечении дополнительных инвестиций и продолжении процесса реформ. Было подчеркнуто, что Таджикистан обладает богатыми природными ресурсами, особенно в области возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и расширения региональных связей. И для эффективного использования этого потенциала необходимо нарастить международную финансово-техническую поддержку. На встрече также состоялась плодотворная беседа по другим темам, представляющим взаимный интерес. Мы обсудили с господином президентом Республики Таджикистан вопросы развития плодотворного сотрудничества, также подвели итоги. Мы затронули вопросы реализации специальной программы по партнерской поддержке, в особенности в сфере энергетики. Всемирный банк с партнерами по развитию наладил сотрудничество в этом направлении, в частности, в поддержке Таджикистана достройки Рагунской ГЭС. Отрадно, что наши переговоры прошли успешно. Мы выражаем уверенность в оказании финансирования этого проекта. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Емумали Рахмон в Нью-Йорке, принял участие и выступил на саммите будущего. В начале своего выступления президент страны, уважаемый Емумали Рахмон, подчеркнул, саммит предоставил еще одну хорошую возможность обсудить проблемы изменения климата, борьбы с бедностью, защиты здоровья населения, условий жизни женщин, инклюзивного образования и другие глобальные проблемы. В ходе анализа сложной политической ситуации в мире, в том числе современных угроз и безопасности, глава нашего государства выразил уверенность в том, что участники сегодняшнего саммита примут конкретные меры для решения вопросов, связанных с реформированием международной финансовой структуры и совершенствованием международного реагирования на современные вызовы и угрозы. По мнению лидера нации, уважаемого Емумали Рахмона, прогресса в области водоснабжения и санитарии, несмотря на отдельные улучшения, все еще недостаточно. При этом было подчеркнуто, что Таджикистан планирует в сотрудничестве с другими странами активизировать свои усилия по дальнейшей реализации своих конструктивных инициатив в области воды и изменения климата. Процесс реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» был назван одним из наглядных примеров наших последовательных усилий в этом направлении. Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что мировое сообщество может добиться успеха только посредством диалога и конструктивного сотрудничества в поиске путей преодоления современных вызовов. Глава нашего государства, уважаемый ему Мария Рахмон, также высказался об укреплении и расширении сотрудничества стран для достижения цели устойчивого развития, принятия на мировом уровне совместных мер по обеспечению всеохватывающей безопасности и предотвращению проявлений терроризма, экстремизма и других глобальных угроз. В этом контексте, уважаемый ему Мария Рахмон, в качестве главы принимающей страны Душамбинского процесса по борьбе с терроризмом, приветствовал включение этой темы в тематику пакта во имя будущего, который будет принят по итогам саммита. Было подчеркнуто, что страны мира должны предпринимать действенные шаги для усиления ключевой роли Организации Объединенных Наций в разрешении конфликтов и укреплении мира и стабильности на планете. В связи с этим лидер нации, уважаемый ему Мария Рахмон, предложил принять посредством специальной резолюции Организации Объединенных Наций «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». Наряду с этим было сочтено необходимым, чтобы Организация Объединенных Наций и ее институты, а также международные и региональные финансовые институты предпринимали более активные шаги в координации усилий мирового сообщества с целью достижения устойчивого развития. 23 сентября президент Республики Таджикистан лидер нации, уважаемый ему Мария Рахмон, в Нью-Йорке встретился с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Владимиром Воронковым. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы современного мира. Было подчернуто, что в последнее время мировое сообщество все чаще сталкивается с угрозами экстремистского террористического характера и вооруженными конфликтами. Было сочтено необходимым использование возможностей соответствующих страновых служб, специализированных структур, международных и региональных организаций для противодействия этим угрозам. Было подчернуто, что на предстоящей конференции в государстве Кувейт в рамках Душампинского процесса по борьбе с терроризмом будут обсуждаться актуальные вопросы борьбы с международным терроризмом. Обмен мнениями также состоялся под другим вопросом обеспечения безопасности и стабильности в регионе и мире. Президент Республики Таджикистан лидер нации, уважаемый ему Мария Рахмон, в Нью-Йорке встретился с Генеральным секретарем Всемирной Метеорологической Организации госпожой Селесой Сауло. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с этим международным институтом и глобальной повесткой дня Организации Объединенных Наций в области воды и климата. Президент страны, уважаемый ему Мария Рахмон, вначале напомнив о глобальных инициативах Таджикистана в рамках Душампинского водного процесса, заявил, что в этом контексте мы придаем особое значение сотрудничеству со Всемирной Метеорологической Организацией, которая продолжается уже несколько десятилетий. Проведение в 2025 году Международной конференции высокого уровня по защите ледников было названо примером такого сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с изменением климата, селями и наводнениями, оползнями и лавинами, негативным воздействием подобных стихийных бедствий на экономику стран, другими катастрофическими последствиями и их предотвращением. Дальнейшее укрепление технического потенциала агентства по метеорологии страны, повышение профессионального уровня персонала и подготовка молодых специалистов, особенно в области метеорологии, климатологии и гидрологии, было оценено как важное и полезное направление сотрудничества со Всемирной Метеорологической Организацией. Также состоялась плодотворная беседа по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 23 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Емумари Рахмон, в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерричем. На встрече было обсуждено развитие сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций и ее институтами. Уважаемый Емумари Рахмон заявил, что Таджикистан ценит роль Организации в реализации важных политических, экономических, социальных программ и вопросах безопасности в нашей стране. Стороны, обсудив сложную и быстро меняющуюся ситуацию в мире, последствия финансово-экономических кризисов, вопросы бедности и ухудшения продовольственной безопасности, сочли необходимыми коллективные действия мирового сообщества в этих направлениях. Особое внимание было уделено вопросам изменения климата, нехватки питьевой воды, таяния ледников, деградации биоразнообразия, ухудшения социально-экономической ситуации, достижения цели усточивого развития и реализации повестки дня 2030 в итогах саммита будущего. Важными темами беседы также были вопросы Организации и проведения Международной конференции по сохранению ледников в 2025 году и конференции ООН по водным вопросам в 2028 году, которые будут проходить в городе Душанбе. Обмен мнениями состоялся и по актуальным вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и другим угрозам безопасности. Президент Республики Таджикистан, лидер нации Уважаемый Иммули Рахмон в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций встретился с президентом Исламской Республики Иран Уважаемым Масудом Пизишкионом. На встрече был обсужден комплекс вопросов сотрудничества Таджикистана и Ирана. Президент страны Уважаемый Иммули Рахмон, напомнив о значительном развитии и расширении отношений дружбы и братства, взаимовыгодного сотрудничества с Исламской Республикой Иран, заявил, что мы готовы и в дальнейшем принимать совместные практические меры по их укреплению. Большое внимание было уделено развитию сотрудничества в приоритетных секторах экономики и торговли, расширению научно-образовательных связей и укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия. Для последовательной реализации намеченных планов были признаны важными долгосрочная программа торгово-экономического сотрудничества двух стран до 2030 года, практическое сотрудничество в рамках совместной межправительственной комиссии и привлечения возможностей совместного инвестиционного комитета. В завершение встречи президент страны Уважаемый Иммули Рахмон пригласил уважаемого Масуда Пизишкиона посетить Таджикистан в удобное для него время.